здравствуйте что кажется я придумал новый музыкальный инструмент какой нет как зачем вот пианино бесит же дать его это ну во-первых хрен пойми пианино но или форт пиано не шарю в пианино а фортепиано тут я эксперт так вот песни же что там клавиш то 88 а пальцев на руке всего 5 ну как вообще дебил придумал вот именно и у меня есть идеальное решение что если я вам скажу что есть музыкальный инструмент у которого струн не 88 а 6 подожди то есть пальцев 5 а струн 6 на двух руках 10 поэтому это идеальное решение то есть пальцев 10 пальцев 10 а струн 66 на это раз а помните когда пианино расстраивается надо мастера вызывает туда а еще хрен дождешься еще и денег вечно заплатить так вот эту проблему я тоже решил свой инструмент не расстраивает не теперь надо самому уметь настраивать так намного прям легче стал спасибо но играть сложно будет вообще-то легко ты приводишь движение вибрирующий компонент и он начинает осцелировать из этого возникают колебания воздуха которые слышим в диапазоне воспринимаются как звук основная частота колебаний будет задавать базовый тон и высоту звука а дополнительные резонансные компоненты от материалов и особенностей конструкции дадут гармонические призвуки которые в совокупности образуют тембральные характеристики инструмент вообще легко как два пальца пальцев 10 пальцев 10 играет так акция надо освоить бой чуть сражаться надо бить гитару это перебор перебор это когда пальцами вот так вот перебор только тут что-то натянуть чтобы ну дрынькало я лишь бы только натяну что-бы дринькало но может веревочки какие я думал жилы или волосы кишки перебор или речки что пальцы не порежу такие тонкие натянутые что они они же мягкие ну также расстраиваться будет возьмем что-нибудь потверже Тогда пальцы порежутся. О, а что если на пальцах вот здесь вот образуются такие прям толстые-толстые мозоли, и ты прям перестаешь чувствовать боль? Да вряд ли. Ну да, вряд ли. А куда их приделать? Ну вот тут вот, в голове. Это голова. Ну ясно ведь голова. Вот тут голова, а тут вот жопа. Корпус. Жопа у вас в штанах. Предположительно. О, а еще сделаем, чтобы когда она падает на пол, бум, вот так, чтобы голова прям по месту склейки отваливалась. Зачем? Ну, чтобы потом легко можно было обратно приклеить, удобненько. А если сразу приклеить так, чтобы, ну, не отваливалась? Нет. Да, говно идея. Да. А из чего будешь вот эту штуку делать? Ну это деликатный музыкальный инструмент. И надо, чтобы все было ровненько, чтобы он форму хорошо держал, чтобы ничего там не гнулось лишний раз. Логично. Ну, чтобы от погоды там не зависело, от влажности, от температуры. 100%. Сделаем из дерева. Ну, из древесины. Помнишь, у твоего бати был дом деревянный, там от влажности все двери перекосило, мы потом месяц там в этом доме торчали, выйти не могли. Ничего не смущает. Вы месяц жили с моим отцом. И корпус, чтобы внутри был пустой, чтобы резонировало, но герметичный. И чё, дерево же дышать должно. И? Там внутри оно задохнется. Тогда сделаем дырку вот тут. Не дырку, а технологическое отверстие. Технологическое отверстие у вас в штанах. Предположительно. Только надо дырку не очень большую, а то туда что-нибудь упадет. Это вряд ли. Это вряд ли. О, а вот там железяки вколотим поперек вот этой вот штуки. И надо их побольше сделать, чтобы до самой дырки доходили. Чтобы дзинькало. Не-не, чтобы ноты повыше можно было брать. Получается, можно в высокие партии играть. Не, там не дотянуться. А зачем тогда так много их делать? Чтобы дзинькало. А что если там в углу выпилить часть корпуса, чтобы удобнее было дотягиваться? Вы чё, портите инструмент? Кто такую уродину купит? А так она похожа на женщину. Это ещё зачем? Ну, чтобы играть. А, понятно. Если вы понимаете, о чём. Перебор. Ну, вот тут у него округлости, понимаете? А тут титяра. А чё это слушать? Так и назовём. Титяра. Хоть букву хоть одну поменяй для приличия. Титяра. Это тебе не светит. Классическая акустическая гитара. Мы её назовём классика. И будет эстрадная акустическая гитара. Её мы назовём эстрадка. Нет, акустика. Логично. А классику будем ещё звать испанкой. Как гриб. Как женщину. Опять ты. Есть только проблема. Да ну. Сидеть с ней, ну, очень неудобно. А стоять стоя, ну, полный отстой. Ну, так пределы ремень. Тогда у меня свалятся штаны. Тогда найди второй ремень. А второй в эти вот петельки не пролезет на штанах. Нет, ремень для гитары. Так у неё ж нет штанов. В штанах у тебя нет штанов. Однозначно. И чё, это будет популярно, типа? Предположительно. Все прям будут учиться, в музыкалку ходить, в училище, музыку сочинять, песни писать. Нет, нет, они будут постоянно смотреть видео, где азиаты играют на гитаре так, что просто уничтожают твою самооценку. А потом пойдут писать комментарии кому-нибудь, кто играет на гитаре, про то, что они неправильно играют на гитаре, неправильно пальцы ставят, неправильно зажимают, вот это вот всё. А, это потому что они много занимаются и понимают, как правильно играть? Нет, у них даже гитар нет. А зачем они тогда это смотрят? Знаю. Спасибо.